Ветеранская организация Брещене насчитывает около 300 тысяч человек. В большинстве своем это люди активные и инициативные, отличающиеся не только житейским опытом, но и мудростью. И сегодня определить задачи на будущее и подвести итоги работы за этот год, долг людей, неравнодушных ко всему, что происходит в их стране, регионе и городе. Наряду с конституционной защитой прав наших пожилых людей, занимаемся другими вопросами, активно участвуем во всех проводимых мероприятиях, смотрим за выполнением комплексной программы развития социального обеспечения на пятилетку. Потому что там поручения даны многим ведомствам, многим министерствам по социальной, в первую очередь, защите ветеранов. Поэтому руководители социальных сфер должны принимать более активное участие в притворении, в жизнь всех конкретных пунктов этого мероприятия, чтобы наши ветераны не чувствовали себя обиженными. Разговор состоялся на равных. Высказывание проблемных вопросов органически вписывалось в те моменты, о которых говорил Леонид Цуприк. Подчеркивались достижения, определялись основные моменты работы на будущее, главный из которых – воспитание молодежи и оказание социальной помощи ветеранам. Глухо, когда дети и мы, взрослые люди, не знаем нашего родного края. И мы в этом направлении решили работать, потому что для того, чтобы работать с детьми, для того, чтобы привить им нравственные основы жизни, нужно знать свой родной край. Предвыборная кампания и выборы в местные советы депутатов – еще один момент, на котором заместили председателя Брестского областполкома, сделал акцент. Ветераны должны стать активными участниками этих событий. Вы – люди активные, вы – люди известные. У каждого из вас за плечами огромный трудовой опыт. Очень часто нелегкий жизненный путь, в котором вы нашли свою единственную правильную жизненную дорогу, по которой вы сегодня так и продолжаете идти, радуя нас своим присутствием. Мероприятие прошло с обоюдной пользой, как для ветеранов, так и для руководства области. А выступление самых активных представителей – еще одно свидетельство о том, что в преклонные годы можно и нужно сохранять оптимизм и задор молодости. Продолжение следует...